Принятая в России официальная трактовка событий Второй мировой войны писалась советскими идеологами и изобилует мифами. В частности, танковое сражение под Прохоровкой преподносится в РФ как безусловный триумф Красной армии и крупнейшее противостояние времен Второй мировой войны. Но все было с точностью до наоборот. В битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной армии в Курской битве это выглядело достаточно правдоподобно. Хотя когда Сталин прочел доклад о танковом бое под Прохоровкой и узнал число советских потерь, он пришел в такую неописуемую ярость, что чуть не отдал под суд маршала Василевского и других горе-победителей. Странно, что этот танковый бой, который был самым неудачным за всю Курскую битву, до сих пор символизирует собой всю Курскую дугу. На самом деле памятник победы, звонница на Прохоровском поле, должен быть демонтирован или как минимум переименован. Ведь никаких побед Красной армии под Прохоровкой не было и в помине. Во времена СССР, конечно же, считалось иначе. Тогда бой называли самым крупным встречным танковым сражением войны, в котором Красная армия одержала решительную победу. Отлакированные воспоминания участников тех событий содержат красочные описания сквозных атак и лобовых столкновений двух стальных гигантов. Как писали в мемуарах военачальники, танки, подобно кавалерийским эскадронам на степных просторах, мчались друг другу навстречу и, слившись в единое целое, ожесточенно друг друга истребляли. Однако, это всего лишь легенда. Ее придумали и распространяли на протяжении десятков лет с одной лишь целью – скрыть правду о лобовом ударе советских войск, предпринятом без должной разведки и подавлении огневых средств противника. О том, что никакой победы русских в том сражении не было, не раз уже говорил немецкий военный историк Карл Хайнс Фризер. А теперь его версию подтверждает и британский ученый Бен Уитли, обнаруживший в американском национальном архиве колледж-парка, штат Мэриленд, немецкие разведывательные фотографии с Восточного фронта. Они с максимальной ясностью доказывают катастрофическое поражение Красной армии под Прохоровкой. О поражении советских войск к очередной годовщине этой битвы пару лет назад написала немецкая газета Die Welt, чем вызвала недовольство российских чиновников, в том числе министра культуры Владимира Мединского, который в ответ разразился целой гневной статьей из серии «Ви все в роте». Друзья, трешки рекламы, но очень полезной. Хочу порадить вам YouTube-канал «Огляд.UA». Веде его Юра, который рассказывает о новой смартфоне, планшете и другую технику. И делает это интересно и профессионально. Особисто переверяючи усі основні характеристики техники. А главное – робить це украинскую. Давайте его поддержимаем. Посилания на канал «Огляд.UA» залишу в описании под видео и закреплю в комментарии. Обовязково переходьте и подписывайтесь. Что же на самом деле случилось под Прохоровкой 12 июля 1943 года? Во время немецкого наступления на юге Курской дуги, начавшегося 5 июля, железнодорожная станция Прохоровка находилась в стороне. 9 июля немцы решили повернуть часть сил в сторону станции, опасаясь ударов Красной армии с флангов. Танковый корпус СС начал наступление на Прохоровку 10 июля. В то же время советское командование решило, что пора перейти в наступление на том же Прохоровском направлении. Для этого привлекли две армии из резерва. По замыслу советских военачальников, свежие войска должны были рассечь танковый корпус СС и выйти в тыл всей немецкой группировки. Удар предполагалось начать с выгодных позиций западнее и юго-западнее Прохоровки. Однако к вечеру 11 июля этот район уже был занят ССовцами, успевшими за ночь создать тут крепкую противотанковую оборону. В итоге советским танкистам пришлось наступать по сильно пересеченной местности прямо на противотанковую артиллерию немцев. В 8.20 утра 12 июля советские танки пошли в наступление. Их ожидал укрепленный пункт обороны немцев, встретивших советских танкистов массированным огнем с оборудованных и пристрелянных огневых позиций. Кроме этого, командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал Павел Ротмистров при наступлении игнорировал наличие естественного препятствия в виде рва глубиной 4,5 метра. И в результате советские танки столпились перед узким мостом, став идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС. Поле в районе атаки непосредственно после начала боя покрылось факелами нескольких десятков вспыхнувших советских танков. Боевое построение двух атакующих танковых корпусов нарушилось. Экипажи начали маневрировать, стремясь использовать складки местности, чтобы выйти из-под огня. Сделать это было сложно. Участок маленький, и на нем скопилось значительное число бронетехники, а также поддержавший танковую атаку артиллерии и пехоты. В первую половину дня, когда наступающие советские танковые корпуса понесли основные потери, никакого встречного танкового сражения не было. У немцев не имелось такой необходимости. Они попросту расстреливали танки Красной Армии огнем штатных средств с выгодных укрепленных позиций. Непосредственно танковые бои начались только во второй половине дня, когда советским танкам удалось выйти на артиллерийские позиции дивизии СС. В тех боях участвовали группы по 30-35 танков с каждой стороны. После 15.00 советское командование уже не сомневалось, что план контрудара в районе Прохоровки не сработал. Корпус СС не только остановил основные силы ударной группировки, но и начал их теснить. «Это был ад из огня, дыма, горящих Т-34, погибших и раненых», писал участвовавший в сражении Рудольф фон Риббентроп, сын рейхсминистра иностранных дел. Только четыре тяжелых танка «Тигр» уничтожили 55 советских танков. Через несколько дней в район боя были направлены немецкие самолеты-разведчики, которые зафиксировали на фото место боя. На снимках были видны рядом с глубоким рвом более 100 разбитых средних танков Т-34 и легких Т-70. Чуть вдалеке еще 55 уничтоженных «Тиграми» танков. 32 танка Т-34, 12 Т-70 и 11 британских «Черчиллей», поставляемых в СССР по ленд-лизу. Боевая деятельность 5-й гвардейской танковой армии во время сражения под Прохоровкой стала предметом разбирательств специальной комиссии под председательством члена Государственного комитета обороны и Политбюро Георгия Маленкова. Боевые действия под Прохоровкой комиссия охарактеризовала как образец неудачно проведенной операции. Никита Хрущев в своих мемуарах «Время, люди, власть» описывает ситуацию, когда они вместе с Георгием Жуковым и командующим 5-й танковой армией Ротмистровым проезжали в окрестностях Прохоровки. На поле виднелось много подбитых танков и противника, и наших. Появилось несовпадение в оценке потерь. Ротмистров говорил, что видит больше подбитых немецких танков. Я же углядел больше наших. Подсчет результатов показал, что со стороны советской армии потерь было значительно больше. При невозможности маневрировать на поле, забитом бронетехникой, легкие танки не смогли использовать свое преимущество в скорости, и один за другим гибли под дальнобойными снарядами артиллерии и тяжелых немецких боевых машин. Миф о грандиозности сражения под Прохоровкой и о том, что его выиграла Красная Армия, придумали по горячим следам, чтобы оправдать высокие потери. В 1944 году генеральный штаб опубликовал статью на основе отчета армии с сильно преувеличенными цифрами и трактовками. После 1945 большинство важных документов Красной Армии за годы войны засекретили. Поэтому статья Генштаба, а затем и вышедшие в 1960-м мемуары генерала Павла Ротмистрова стали основой мифа. Однако миф никак не объяснял, почему поверженные немцы пытались наступать еще несколько дней, а отход якобы их разгромленных в танковом сражении под Прохоровкой войск начался только спустя пять дней. Миф о победе советских войск жив до сих пор. Когда министр культуры Владимир Мединский отвечал на статью «Ди Велт», для обоснования верной мысли о победе в Курской битве он использовал трактовки и цифры, введенные в оборот, конечно же, советскими историками. Несмотря на то, что историю пишут победители, в России это приобрело поистине патологические формы. Вранье на каждом шагу даже в мелочах. И чем дальше исторические события от сегодняшнего дня, тем ложь фантастичнее и наглее. Миф о советской танковой победе под Прохоровкой – тому прекрасное подтверждение. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Поддерживайте автора на Patreon, где вы сможете смотреть видео до официальных премьер, а также иметь доступ к дополнительным материалам. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!